Мосты-призраки появились в Нижегородской области с началом паводка. Резкое увеличение уровня воды в реках привело к затоплению низководных мостов сразу в нескольких районах области. Ряд населенных пунктов, расположенных вблизи водных артерий, оказались отрезанными от большой земли. Вместо дорог и мостов теперь водная гладь. Он существует у нас, мост. Но, как вы можете убедиться, сейчас я в данный момент не видать. Но он там находится, есть, имеется. Вот камушек. Таким образом мы ориентируемся, сколько прибывает вода за сутки. Она прибывала где-то метр двадцать. А глубина, можно обратить внимание, это сантиметров семь. Сейчас над мостом идет примерно сантиметров сорок-шестьдесят. В этом году все-то новенькое. И снег еще полно. А, видите, уже мост закрытый. Обычно уже снега не так много, и мост закрывается. А сейчас что-то закрыто рано. К качельнику приехали. Как мы напитаем в острове. У нас здесь магазин нету. Магазель приезжает. Вот, и все продукты. Ни пожарные, ни скорые. Ни одна машина сюда не пойдет. Вы чего тут? Все, погибай. Ни с той стороны, ни с этой стороны. Ни откуда. Что не живем здесь, такая история каждый год. Вот прошлой весной человек, он погиб, по сути дела, пошел за вином в село. Вот на той стороне. Ее сбило водой. Напор очень сильный там. Дороги нет, плохо. Без дороги все. Гибель. Сколько просили, сделайте мост. А, вот, дорога федеральная. Мы ее ремонтировать не имеем права. Значит, соответственно, и там все. И мост федеральный. Не имеем права. Нас только толдонют, когда к телевизору техника готова, все готовы. Качнись чего, никому не надо. Кстати, по информации МЧС, мостов-призраков в Нижегородской области уже 10. В связи с этим ограничено сообщение с шестью населенными пунктами, в трех из которых затруднен подход к домам. Что касается уровня воды, то в Волге он поднялся на 31 сантиметр, в Ваке на 10 сантиметров. В реках Нижегородской области наблюдается повышение уровня воды от 30 до 70 сантиметров.